Зима продолжается. Но весна уже не за горами. Пару месяцев и можно будет выходить, в крайнем случае, у нас уже на открытую воду, я так думаю. И поэтому продолжаем готовиться, чтобы уже встретить во всеоружии сезон открытой воды. Сегодня на обзоре у нас посылочка от магазина Рыболов Профи Питерского. Я ее как-то анонсировал. И здесь у нас находятся некоторые интересные вещи, которые я вроде бы уже немножко показывал. Что это такое здесь и зачем это нужно, сейчас покажем и расскажем. Камеру немножко переставим и посмотрим, что же у нас здесь есть. Пожалуй, начнем. Для начала хотелось бы сказать, что это все у нас продукция компании Бетли. Начну, пожалуй, вот с лесочки. Это мы пока уберем сейчас все. Леска. Взял чисто на пробу. Намотаю на свой коситус. Это у нас леска тоже от Бертли. Здесь она 150 метров. И диаметр 0,3. Не очень дорогая. В принципе, так посмотрел достаточно. На первый взгляд, достойная. Что из этого получится? Будем уже смотреть непосредственно на водоеме. Ну, хотелось бы так сказать, что слегка жестковато. Что, в принципе, для кастинга нормально. Что-то такое вот, ближе, наверное, к флюру по жесткости. Ну, не знаю. Когда половлю, тогда посмотрю. Если меня устроит, значит, буду брать. В принципе, леска недорогая. И для наших условий, вот у меня на кастинге, значит, на кассеточке намотано 0,35. Ну, иногда кажется, что слегка толстовато. Хотя, не знаю, я не великий специалист первый раз. Первый сезон только ловил. Поэтому будем пробовать. Дальше. Дальше у нас аттрактанты. Почему-то вот смотрел ролики, смотрел там всевозможные, как он, заграничные товарищи люболовы ловят. Что-то мне казалось, что это вот они как-то побольше. Ну, не знаю. Значит, это у нас гель. Этот гель басовый. Ну, думаю, что наш окунь, в принципе, тоже должен на это дело отзываться. Что из этого получится, посмотрю. Взял его для того, чтобы вот резину, которую там буду где-то отдельно в контейнерах каких-то хранить, просто немножко туда добавил, перемешал, и пусть она там лежит, маринуется перед рыбалкой. Значит, следующий. Этот у нас Гул Палаев. Серия. Эту взял, как я понял, с запахом выползка. Что-то такое ни разу не пробовал, так что даже не скажу. Ну, вроде народ, кто пользовался, вроде как хвалят. Значит, он у нас сделан в виде такого вот крестопульта и наносится непосредственно на приманку перед забросом. Ну, тоже, думаю, по-моему, в баночку какой-то силикон у меня будет. Я туда побрызгаю так перед рыбалочкой, например, с вечерка. А утречка можно на рыбалку. Ну, и процесс рыбалки я тоже буду пробовать. Действительно он так хороший. И стоит ли его вообще брать или не стоит. Может, от него и толка нет. Ну, не знаю. Это мы все будем смотреть уже непосредственно на рыбалках. Следующие у нас приманки. То есть, взял вот такие вот приманочки. Это у нас Ripple Mino 5-дюймовый. Это у нас Ripple Shack 9 см. Они, в принципе, вот чуть-чуть меньшим размером, вот эти вот приманки. И отличаются тем, что... Сейчас откроем. В принципе, отличаются хвостиком. Расцветкой и хвостиком. Выполнено достаточно качественно. Такой, в принципе, нормальный такой силикончик. Тоненькая. У него здесь тоненький хвостик. Относительно так чужого лопатка. Думаю, будет работать хорошо. Взял, в принципе, попробовать буша для неогрузки. По мелкому швырью и крупному окунь. Ну, не знаю, что получится. Значит, в пачках их по 6 штук. Это не какой-то, не супер-купер съедобный. Ну, а данная приманка, как я уже сказал, отличается размером. И хвостик у нее вот не нового. Достаточно такая живая. Достаточно такая интересная. Прям вот реально... Интересный такой силикон. Даже какой-то запах присутствует. Что-то такое маслянистое. Не знаю, возможно, аттрактант. Возможно, еще что-то такое. Вот такая вот интересная форма. Очень злые красные глазки. Достаточно интересная такая приманочка. Вот попробую ее на неогрузке. Как она себя покажет. Там размерный ряд достаточно широкий. Там, в принципе, и побольше есть, и поменьше. Ну, вот я взял такой вот. Ну, 5 дюймов, думаю, нормально. А это вот больше по полкуньку. Что из этого выйдет, будем смотреть в сезон. Ну, по первым ощущениям, так, силикончик достаточно такой, скажем, достойный. Следующая. Это вот еще две такие интересные баночки. Голубая минул я вам показывал. Они у меня... Вот я отложил всех такой оперативный набор. Здесь у меня 2 и 3 дюйма. А этот вот 10-сантиметровый. То есть взял. Тоже немножко покрупнее. Основная цель, скажем так, это у нас дропшот. Ну, думаю, в принципе, наверное, можно будет попробовать и на других оснастках. Посмотрел, как американцы ловят. В принципе, они его там где и как только не одевают. Там вплоть до того, что чуть ли не как червяка одели, закинулись по плавкам и ловят. Тоже возьму несколько штучек, добавлю себе в этот оперативный наборчик, а это будет дом лежать. И здесь у меня будет, в принципе, 3 типа размера практически на все случаи жизни. Также все это дело у нас закрыто. Здесь у нас пленочка. Вот такие вот приманки. Открывать, показывать не буду уже. В принципе, я в предыдущем видео показывал. Единственное, что эти вот вроде как с блестками с какими-то. Ну, очень похожи на таких наших голянчиков-писканчиков. Думаю, у местного щурья и окунея будет пользоваться спросом. Вот такая вот приманочка. И крайне в обзоре у нас будет вот такая вот приманочка. Это тоже Голупа Лайф Слими. 10-сантиметровая, 4 дюйма. Блокшат Шекли. Тоже вот это все запаяно. Но такую приманку еще не видел. Поэтому мы с вами ее немножко сейчас откроем и посмотрим. Что же она из себя представляет? Ну, по идее, это просто такой виброхвостик с достаточно мощной лопаткой. Силикон, как я говорил, уже такой достаточно серьезный, такой резиновый. Как будет работать, глянем. Тоже он находится в аттрактанте. Тоже желательно его там же и хранить. Но по ощущениям, какой-то он немножко дубоватый. Как будет себя вести в воде, не знаю. Так, достаточно тяжеленький, в принципе. Ну, не знаю, сколько грамм, 6-7, наверное, весит. Не взвешивал, так что не скажу. Ну, тоже попробую на неогрузочку. Немножко проработана так, вроде как, структурка. Глазки тут выдавлены. Ну, говорю, ну, что-то вот кажется мне, что он какой-то такой дубоватый слегка. А может, Вадим будет себя по-другому вести. Ну, посмотрим. По крайней мере, погляжу, и вы уже на моем примере будете сами решать. Надо вам это и не надо. Так что, подгад тоже, наверное, в эту коробушку штук несколько положу. Ну, так, на всякий случай, лучше, чтобы под руками были. А, остальное будет храниться дома. Где-нибудь там, на нижней полке шкафов. В темном, просладном месте. Ну, а вот эта вот приманка мне реально как-то, что прям аж нравится. Вся такая живая, вся такая мягенькая, вся такая прикольненькая. Кто их знает, может, она как раз хвалитой не будет. Ну, посмотрим. Вот такой, какой-никакой получился обзорчик. Все ссылочки на данные товары, на все приманки, на трактанты, на леску я под видео оставлю. Кому не хватит информации, можете зайти посмотреть. Ну, а как это все будет у нас работать, это будем смотреть уже в сезон открытой воды. Думаю, этот сезон у меня будет очень интересный. Очень много всевозможных новинок, очень много всевозможных задумок. Ну, как оно получится. Как говорится, будем посмотреть. Так что, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, как обычно. Всем пока!